Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» у микрофона ведущая Саргалана Антонова за режиссерским пультом Марии Новгородовой и Николая Слепцов. Какое образование выбрать? Эта дилемма мучает по всей России миллионы школьников. На сегодняшний день этот вопрос, с одной стороны, легко решаемый, потому что имеется множество учебных заведений, как профессиональных, так и высших, а с другой стороны, именно это многообразие ставит в тупик. Есть ли проекты, которые могут помочь с выбором? И можно ли поступить в учебные заведения онлайн? И вообще, как это сделать? Сегодня во время прямого эфира мы получим ответы на эти и другие вопросы. Итак, гости нашей студии – это руководитель дирекции карьерной навигации Центра опережающей профессиональной подготовки нашей республики Елизавета Александровна Зарубина. Здравствуйте! Добрый день! И профориентолог дирекции Юлия Валерьевна Долкачева. Добрый день! Здравствуйте! Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, прежде чем мы начнем говорить о собственном предмете, мне хотелось бы спросить, вот дирекция карьерной навигации, чем она занимается, да, вообще в чем ее предназначение? Очень интересное название. Ну, вообще, ранее мы назывались отдел профориентации карьеры и было по названию понятно то, чем мы занимаемся. Но поскольку мы позиционируем себя как Центр опережающей профессиональной подготовки в декабре, мы превратились в дирекцию карьерной навигации. Смысл нашей работы от этого не поменялся. Мы также занимаемся профориентацией и карьерным консультированием разных категорий граждан в возрасте от 12 до 65, потому что никогда не поздно найти профессию своей души, мечты. Но мы все-таки привыкли, что слово карьера означает, прежде всего, продвижение по служебной лестнице. Правильно ли мы думаем? Ну, в целом, термин карьера, он пришел к нам от наших западных коллег, и он означает развитие в разных областях нашей жизни. То есть, в принципе, не только продвижение по служебной лестнице. Это значит еще и продвижение в учебе? В учебе, в личной жизни, вообще в каком-то социальном статусе. То есть, это означает, что человек так или иначе по жизни развивается. То есть, в слове карьера закладывается очень большой смысл. Да. Ну, профориентацией мы так поняли, что вы этим занимаетесь. Да, этот термин меняется со временем. Вот теперь вы называетесь дирекцией карьерной навигации. А вот сама суть, она преображается со временем? Вот ваши задачи меняются со временем или нет? Безусловно, наши задачи меняются, потому что эта деятельность, профессиональная ориентация, она, конечно, должна осуществляться не только исходя из каких-то старых критериев, старых данных. Да, то есть, это процесс, который видоизменяется, и видоизменяется не только с развитием технологий, но и новых научных знаний о человеке, о социальных каких-то этапах, да, вот, которые происходят и влияют на нас. То есть, даже вот привести премьер за последние два года, вот за последние полтора года, пока у нас идет ситуация с ковидом, наши формы работы преобразились и наши направления работы. То есть, мы ведь должны не только управлять этими процессами, мы должны направлять людей, ориентировать на те тенденции, которые сейчас существуют. То есть, мы сейчас в данное время за компьютеризацию, за цифровизацию, за развитие, за мультипластичность специалистов, и это вот сегодняшние реалии. А с какого возраста, вот, на ваш взгляд, нужно работать над определением будущей профессии или хотя бы интереса к ней? Конкретно работать над выбором профессии, скорее всего, необходимо именно уже, когда ребенок немного имеет понимание о себе, о своих желаниях, о своих возможностях. Но формировать интерес к миру профессии необходимо, конечно, с более раннего возраста, то есть, ребенка необходимо знакомить с профессиями. Очень часто такое бывает, что дети просто элементарно не знают, чем занимаются их родители, кем они работают, почему они такие грустные приходят с работы или, наоборот, счастливые, да? То есть, когда вы говорите о своей работе, о своей деятельности, о том, что вас интересует, о своей карьере, да? Да, когда вы говорите об этом со своими детьми, вы уже формируете в них либо позитивный настрой к выбору профессии, либо, наоборот, они не хотят взрослеть, говорят, ой, как сложно быть взрослым, ходить на работу, я лучше всегда буду оставаться маленьким. То есть, это уже какой-то этап, да. Создает негатив, может быть, да, у детей профессии. Да, ну, то есть, мы, когда взрослые, мы должны, конечно, думать, кого мы хотим сформировать, да? Человека, который ориентирован на успех, либо, наоборот, человек, который склонен избегать неудач. Поэтому, уважаемые взрослые, родители, формируйте у детей позитивный настрой, чтобы они потом смогли стать успешными в любом виде деятельности, которым бы они не заинтересовались. Ну, вот как специалист, вы можете дать рекомендацию, с какого возраста, со скольки лет мы должны формировать? Прямо сразу, когда вы формируете уже у ребёнка познание этого мира, это уже вот когда, допустим, если вы идёте по улице и видите самосвал, который везёт песок, вы можете сказать, какие они молодцы. Они едут на стройку, они будут заливать цемент, ремонтировать дороги. И так абсолютно в каждом, в любой сфере, в любом примере жизненном вы можете сформировать этот настрой. То есть, когда ребёнок уже начинает познавать мир, а познавать он его начинает примерно с двух лет, да? То есть, начинает интересоваться окружающим миром. Мне кажется, есть вопрос с точки зрения того, в каком возрасте необходимо рекомендовать ребёнку пройти профориентационный тест, потому что, к сожалению, до сих пор чаще профориентация воспринимается таким образом, что мы приводим ребёнка, он тыкает ручкой в бланк ответов, и потом у нас выходит история о том, где ему учиться и кем ему быть. И родители чаще всего хотят, чтобы в 15-16 лет ребёнок определился с профессией один раз и на всю жизнь, чтобы она была очень востребованная, высокооплачиваемая, при этом чтобы там были очень приемлемые условия труда, и чаще всего чтобы обучение, которое нужно получить для работы по этой профессии, чтобы это было ещё обучение на бюджете желательно. Вот, поэтому если мы говорим с точки зрения того, когда ребёнку лучше пройти профориентационный тест, вообще в науке этот период называется возрастом аптации. Аптация — это такой, ну, как бы своеобразный профессиональный поиск. Он рекомендован с возраста 14 лет, но как бы сейчас у нас, к сожалению, вот эти вот возрастные границы, они отодвигаются, и, например, если раньше мы понимали, что 18 лет — это взрослый, самостоятельный молодой человек или девушка, то сейчас чаще всего в 18 лет юноша и девушки продолжают проживать с родителями, и нам как-то сложно понять, что это уже взрослый человек, который готов сделать свой выбор. Поэтому, в принципе, начинайте с 14 лет, вот как Юлия правильно сказала, формируйте у детей понимание того вообще, какие предметы труда существуют, какие условия есть, знаете, у меня был такой интересный случай, я проводила опрос среди школьников, кем работают их родители, и, к сожалению, с 30 человек мне ответил только один мальчик, и он написал в анкете, что его папа водитель труповозки, и он так гордится тем, что у папы такая интересная профессия, то есть дети проявляют интерес, только у вас есть такая вот не совсем стандартная профессия, а если вы работаете, например, где-то в банке, у вас какая-то офисная деятельность, то дети думают, что вы приходите куда-то, сидите 8 часов за компьютером, что-то тыкаете, потом приходите домой и почему-то недовольны. И отсюда нужно сделать вывод, что очень важно именно рассказывать о своей профессии, для того, чтобы у ребёнка уже какой-то сформировался интерес. Да. Желание работать по ней, то есть пойти по стопам, да, либо наоборот понимание, что эта работа мне не подойдёт, и ты хочешь заниматься чем-то другим. Вот очень часто родители, кстати, хотелось бы отметить, совершают такую ошибку, что они заставляют ребёнка получать профессию по своим стопам, то есть они говорят, вот я юрист, ты папа юрист, и ты тоже будешь юрист, поэтому нужно бороться с этим соблазном, то есть дайте ребёнку самому осознанный выбор сделать. Только профессия, которая будет нравиться, то есть та специальность, которой ты будешь гореть, желать получить образование в этой области и развиваться, только вот это обучение не будет просто потраченным временем, потому что, к сожалению, существует такая тенденция, когда абитуриент поступает на обучение по той специальности, по которой ему порекомендовали родственники, друзья, там, за компанию, да, как правило, ребята всё равно потом впоследствии уже не работают по этой специальности и уходят вообще в другую сферу, где, возможно, даже и не требуется какого-то специального образования. Хорошо, дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 320066, 321166. И сегодня мы говорим о выборе будущей профессии, как определиться, кем ты станешь в будущем, как выбрать именно свою профессию. Давайте поговорим о портрете современного выпускника. Какой он на сегодня? Вы можете какой-то усреднённый дать прогноз, анализ? Ну, он явно не такой, как был 10 лет назад, 20 лет назад, но если он не такой, то не значит, что он плохой. И чаще всего это очень открытые, готовые к сотрудничеству ребята. И даже если сейчас они вызывают в нас какое-то недоумение, то наверняка это наше будущее, которое более свободно в своём выражении, чем когда-то мы с вами. Как вообще в выборе детей могут помочь родители? Вот мы говорили, да, что они с самого детства должны рассказывать о своей профессии. Какие ещё есть шаги, какие приёмы можно использовать? Я думаю, что родители, во-первых, должны научить своих детей анализировать и собирать информацию, структурировать. То есть сейчас невозможно полностью изучить мир профессии, изучить тенденции без использования интернета, да интернет-ресурсов. Поэтому родители, прежде всего, должны не, ну, как вот старая пословица, да, не давай голодающему рыбу, дай ему удочку и научи его рыбачить, да. То есть вот по этому принципу должна строиться работа с ребёнком. То есть ребёнок должен уметь делать выводы, собирать информацию, анализировать её. И кто, как не взрослый, да, который с ним рядом живёт и заинтересован в развитии этого подростка, да, конечно, вот, на мой взгляд, это самое важное. Дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Тема нашего разговора — Абитарион 2021. Поступай правильно. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И тема нашего разговора — Абитарион 2021 «Поступай правильно». И мы говорим сегодня о первом шаге в будущую профессию, о том, что может помочь абитуриенту определиться с выбором, а также о новых возможностях поступления. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионный и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии — 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Скажите, пожалуйста, а вот какие есть на сегодня инструменты, которые могут помочь определиться с выбором профессии? Ну, в первую очередь, конечно же, профориентационные тесты — это профпробы, когда ребёнок в формате укороченного мастер-класса пробует новый вид деятельности для себя. Также это может быть, например, передача опыта какого-то. Но самым лучшим всё-таки способом понять, подходит мне как абитуриенту профессия или нет, это, конечно же, попробовать. Потому что, к сожалению, чаще всего понимание о рынке труда, оно формируется из чего угодно, только не из своего личного опыта. И я всегда взрослым родителям и педагогам, преподавателям, учителям говорю о том, что мы не совсем честны по отношению к детям, потому что 9 или 11 лет они у нас, как тепличные огурчики, сидят за партой. Потом они должны выйти в большой взрослый мир и сделать этот непростой выбор. Вообще дезориентированность и потерянность выпускников на рынке профессии и труда, вообще чья это проблема? Проблема школ, родителей, либо вот самих выпускников, как вы думаете? Либо это общая проблема? Это общая проблема, потому что действительно среди многообразия образовательных программ и учреждений очень сложно запутаться, потому что очень большой поток информации идёт о том, что сейчас всё развивается, что 57 профессий вообще в скором времени исчезнет с лица земли. То есть у ребят уже формируется какая-то неврозная такая ситуация, что вот если я сейчас неправильно сделаю выбор или если я вообще никуда не поступлю, всё, моя жизнь будет закончена, я буду всю жизнь лежать дома у мамы на диване, моя жизнь вообще абсолютно никак не сложится. То есть это вот факторы родителей, да, влияют на вот такое вот ощущение самого ребёнка. Это школа, конечно же, да, и это СМИ, это вот большой поток информации, с которым не может справиться незрелая психика подростка. Поэтому, конечно, необходимо поддержать. И ребята, ну на самом деле нет такого человека, который завалил экзамены и действительно потом провёл всю оставшуюся жизнь там, лёжа на диване, да. То есть это этап какой-то, который нужно пережить, принять и просто понять, что делать дальше, да. То есть за всю жизнь человек проходит массу экзаменов в школе. Масса выбора перед ним стоит. Да, масса выбора. То есть это неотъемлемая часть жизни, просто нужно научиться правильно действовать в этих ситуациях и учиться на своих ошибках и какие-то видеть возможные пути разрешения вот этих задач. А у нас телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот сейчас, этот, детей инвалидов много, слишком много коррекционных школ. В этих школах детей на специальности не учат, но специальности какие-то. Такими людьми они станут. Тем они будут. Хорошо, мы поняли ваш вопрос. У нас ещё один телефонный звонок. Давайте тоже её сразу вернем. Алло, добрый день, слушаем вас. Да? Хорошо, мы поняли ваш вопрос. Да, слушаю. Да, да, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, добрый день, слушаю. Можно говорить, да? Да, да, да. Да, хорошо, мы поняли вас. Здравствуйте. Я хотел бы просто вот такое пожелание по-стариковски сказать. Надо человека и ребёнка учить любить. Ну, маму, папу, всех старших людей. Вот умение вести себя, как вести себя от мамы, папы и со всем остальным. И второе, сейчас мы живём в мире техники. А в Африке 60 миллионов человек без электричества, понимаете, ждёт в темноте или в свете. Ну, всё нам доступно через электричество, через свет. Значит, ребёнку нужно учить к этим знаниям. Как пользоваться кнопкой электричеством, как нажимать, как телефоном пользоваться, скажем, да? Вот в таком духе. Попроще, именно простые житейские вопросы ребёнка воспитывают, уметь учить надо. Я такое пожелание имею в виду. Любить, конечно, надо детей побольше. Всё. Хорошо, спасибо вам за пожелание. Ну, давайте, наверное, с первого вопроса начнём. Ага, позвольте мне ответить. Дело в том, что в целом, ну, как бы, тема профориентации ребят с ОЗС инвалидностью, она даже немного моя такая личная. И когда я прошла курс повышения квалификации по вот этой теме, я начала смотреть, что же делают ребята, которые закончили коррекционную школу или которые выпустились. Мне кажется, у них очень ограниченный выбор. Да, или которые... Они сидят вот в каких-то определённых рамках и не видят, что у них гораздо шире перспективы. На самом деле, да, потому что, ну, знаете, это вот с одной стороны тоже, опять-таки, наша ответственность как работников образования, потому что мы забываем о том, что у нас есть, например, федеральный закон номер 273, который регламентирует получение права образования всем категориям граждан, вне зависимости от того, есть статус инвалидности или нет. И тут возникает вопрос именно умения соотнести ограничения, связанные по здоровью, с теми требованиями, которые предъявляются к профессиям. Например, за время пандемии выросло количество вакансий для людей с инвалидностью, потому что деятельность перешла в основном в такой вот удалённый формат. И если раньше человек не мог выйти на работу, потому что у него вокруг не было вот инфраструктуры, то сейчас рабочие места, некоторые из них, какое-то даже огромное большинство перешло в онлайн. И человеку даже не нужно выходить из дома, в связи с этим как бы появилось большое количество мест рабочих именно из дома. Что касаемо выбора профессии для ребят с ОЗ и с инвалидностью, совместно с благотворительным фондом Харсхал мы реализуем проект, который так и называется. Фантазии у нас нет, поэтому называется «Профориентация ребят с ОЗ и с инвалидностью». В рамках этого проекта можно бесплатно получить консультацию по профориентации, можно обратиться к нам в центр, далее потом мы скажем, как это можно сделать. И получается, можно получить довольно-таки грамотную консультацию о том, как соотнести ту специальность, которую хотелось бы получить, с теми условиями труда и с ограничениями по здоровью, которые есть. Но вот как учебные заведения, например, выходят навстречу вам? Вы нашли общие грани соприкосновения в работе? Можно я дополню? Я хочу упомянуть о Республиканском техникуме-интернате профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов. То есть это образовательные учреждения среднего профессионального уровня, которые отвечают всем требованиям именно реабилитации, как медико-социальной. То есть в этот период, пока ребенок учится, он социализируется, то есть он находится в обществе, он учится взаимодействовать, и при этом он еще получает профессию. Конечно, там профессии ограниченное количество, связано с материальными базами, которые есть в этом учреждении, но главное, что они отвечают всем пяти объектам деятельности, которые вообще существуют в мире профессий. То есть там можно получить в сфере экономики, то есть человек-человек, человек-техника, человек-знаковая система и все прочие остальные. То есть это хорошая база для дальнейшей карьеры такого ребенка. То есть хочется сказать, что действительно очень сложно выбрать профессию, учитывая, что есть ограничения некие по состоянию здоровья, но на самом деле главное не ограничивать себя самого в своей голове. То есть возможности есть у всех, то есть надо просто понять, чего ты хочешь добиться и действительно идти к своей цели. Ну вот я так понимаю, что одна из сложностей — это дистанционный прием документов. К чему вообще нашим школьникам вчерашним нужно быть готовым? Вот не всегда бывают понятны правила приема, не все они, к сожалению, бывают прописаны на сайтах учебных заведений. Могут быть проблемы в техническом плане. Вот как разобраться в этих тонкостях онлайн-поступления? Самое главное, конечно, чтобы те изменения, которые происходят каждый год, чтобы они доходили до конечного благополучателя. Это для школьника, для старшеклассника, для абитуриента. И, например, вот в прошлом году мы столкнулись с проблемой, когда родители возрастной аудитории 45+, не имея аккаунта на госуслугах, были лишены возможности помочь подать ребенку документы онлайн. Поэтому необходимо оперативно перестраиваться и, если есть такая потребность, обучать людей именно взаимодействуя в онлайне. Потому что, с одной стороны, мы говорим о том, что онлайн это какая-то такая интересная история. Но, с другой стороны, наши северные школьники получили возможность поступать в центровузы, в колледжи в Центральной России благодаря тому, что никуда выезжать не надо, потому что все-таки транспортная доступность у нас не такая доступная, как нам хотелось бы. Поэтому важно информировать, в первую очередь, родителей. И, в свою очередь, конечно же, родителям тоже необходимо проявлять интерес, потому что все-таки кто, если не вы, поможет своему ребенку. А вот какие мероприятия по профориентации проводят ваши дирекции? И вообще, как они помогают школьникам определиться с выбором профессии? Ну, мы в своей дирекции сходим именно от потребностей самих школьников и родителей. Нам очень повезло, мы совмещаем деятельность, так сказать, в поле. То есть мы работаем с живыми, настоящими школьниками, с родителями, с учителями. И не понаслышке знаем проблемы, с которыми они сталкиваются. И это помогает нам выстроить свою деятельность именно с эффективной позиции для самих абитуриентов. Так, например, 1 марта у нас, ну, не в России, а во всем мире, 1 марта именуется как День будущего. И 1 марта мы провели большое республиканское событие, которое называется День профессии будущего. Это огромное мероприятие, которое получило более 8 тысяч откликов на него. Среди них были учителя, родители, студенты, старшеклассники, были привлеченные специалисты. Вообще мы говорили про мир профессии будущего, каким он будет и как к нему правильно подойти. Хорошо, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня мы говорим об абитуриентах, о том, как сделать правильный выбор будущей профессии. И сегодня у нас в гостях специалисты Центра опережающей профессиональной подготовки. Будьте с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу и тема нашего разговора «Абитуриент 2021. Поступай правильно». И сегодня мы говорим о первом шаге в будущую профессию, о том, что может помочь абитуриенту определиться с выбором, а также о новых возможностях поступления. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале МВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, а я скажу, что к нам в студию пришла специалист отдела среднего профобразования Министерства образования и науки нашей республики Полина Олеговна Барахсанова. Добрый день. Здравствуйте. И давайте, прежде чем мы начнем наш разговор с вами, немного поговорим об уровнях образования вот у нас в России. Да, безусловно, уровень образования — это, в первую очередь, среднее профессиональное образование, и высшие учебные заведения могут обучаться как в бакалавриате, так и в магистратуре. Вот. Ну, сегодня среднее профессиональное образование занимает большую нишу, так как в рамках подготовки мы работаем с учетом топ-50 профессий сегодня в регионе нашем, да, и на территории республики Саха-Якутия у нас уже сегодня 42 профессиональных образовательных организаций действуют. Каковы вообще преимущества среднего профессионального образования? Хотелось бы знать вашу точку зрения. Вот все-таки многие и родители, и дети воспринимают технику, колледжи, ну, как более низкую ступень образования. Вот вы согласны с этим или нет? Ну, я тут готова возразить. Все-таки для многих абитуриентов при подаче заявлений, да, большинство бюджетных мест предусмотрено в рамках подготовки среднего звена. Вот. Ну, и также в рамках трудоустройства. Которые у нас есть, да, которые мы отслеживаем ежегодно, ежеквартально. Специалисты со средним специальным образованием сегодня на рынке труда очень востребованы. Также я хотела бы отметить для поступающих в этом году абитуриентов. Безусловно, вы всегда успеете получить высшее учебное образование, да. А вот пройти обучение в рамках подготовки среднего звена не всегда получится, да. Так как в рамках подготовки вы будете в процессе обучения 50% будет отведено к практической части, да, лабораторной. И в ВУЗе, скорее всего, это будет больше научно-теоретическая работа в рамках обучения, да, предусмотрено. И в процессе обучения, хотела тоже сказать, это намного профориентирует абитуриентов, которые поступают к нам, да, в колледже. Так как они уже непосредственно на местах будущей профессии своей могут померить, попробовать себя в специальности, в которой они выберут. Ну вот, есть такое мнение, что ВУЗ готовит теоретиков, а техникумы готовят практиков. Вы согласны с этим? Да, действительно, это так. Каковы особенности поступления в учреждении среднего профессионального образования в этом году, в 2021 году? Что изменилось? В этом году вышел новый приказ Министерства просвещения, да, в котором утвержден порядок приема на обучение по программам среднего профессионального образования. Чтобы могли родители ознакомиться, я могу озвучить номер 457, да, дата выпуска от 2 сентября 2020 года. В рамках этого приказа утверждены даты приема абитуриентов, да, подача заявлений, это с 20 июня. Все образовательные организации стартуют прием документов, и сроки приема завершаются до 10 августа для абитуриентов, которые будут подавать заявление с творческими способностями, да. Ну а в рамках бюджета также в этом году у нас предусмотрено 6342 места, и абитуриенты могут подать заявление до 25 ноября, если останутся бюджетные места. Хорошо. А вот будет ли открыта летом работа центральной приемной комиссии профессиональных учебных заведений республики, и вообще что дает такая форма работы, появилось ли что-то новое в условиях подачи документов? Да, действительно, была такая практика, когда у нас работала центральная приемная комиссия, когда абитуриенты с дальних районов улусов не могли своевременно приехать и подать заявление, да. В прошлом году, даже с 2019 года, у нас уже 5 образовательных организаций принимали документы электронно. Так, в прошлом году, в связи с условиями ограничительных мер, у нас все профессиональные образовательные организации, которые действуют на территории республики Саха и Якутия, принимали документы только электронно. А оригиналы документов, они могли уже при поступлении, уже в течение учебного года предоставить в колледж или в техникум, в который они поступили. В этом году, также в связи с особенностями, у нас организован в таком же формате прием документов. Все абитуриенты могут подать документы в несколько учебных заведений, тоже через портал образовательных услуг республики Саха и Якутия, через сайт подать заявление электронно. Дорогие друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. И сегодня мы говорим о теме «Абитуриент 2021. Правила приема». Ну что же, а как организовано информирование поступающих о приеме? Это, я считаю, очень важная часть вашей работы. Да, безусловно, много уделяем на это внимания. Это, безусловно, работа профориентации, когда у наших учеников еще в процессе обучения в 9-11 классах много делают выездов в наши образовательные организации, непосредственно в школу, в которой обучаются наши будущие абитуриенты, да. А также это информирование населения средствами массовой информации. Ну и у нас ежегодно работает телефон горячей линии 50 60 44. Еще раз давайте повторим. 50 60 44. Это телефон горячей линии, когда родители или наши абитуриенты могут позвонить напрямую, задать вопросы, мы всегда вам ответим. Хорошо, ну действительно мы видим, как все меняется в нашем мире. Одни профессии исчезают, другие, например, появляются, да. А вот как сориентироваться, что будет востребовано во ближайшие, скажем, ну 20 лет? Ну в целом, когда мы говорим про то, как будет меняться рынок труда, мы используем технологию форсайта, которая помогает как бы заглянуть в будущее. При этом, например, сильно рассчитывать на то, что прогноз сбудется, не стоит. Например, в 90-х годах прогноз был таковым, что у каждого дома будет кофеварка, которая работает с помощью атомной энергии. Летающих машин у нас с вами, к сожалению, сейчас пока нет. Но тем не менее, беспилотные летательные аппараты, машины, например, автомобили без водителей, это уже наша реальность. Поэтому профессии будут трансформироваться с учетом автоматизации, роботизации процесса. И чаще всего мы говорим про то, что будет востребован с точки зрения специалиста труд, который направлен на какую-то творческую составляющую. Потому что, например, провели небольшой эксперимент, и уже сейчас искусственный интеллект может в какой-то мере заменить работу психолога. То есть это получается алгоритм, который помогает человеку на его запрос, выдает какие-то упражнения, и при этом исключен какой-то такой человеческий контакт. Поэтому, в принципе, для того, чтобы быть востребованным специалистом, необходимо обучаться в течение всей своей жизни. Это такой тренд, как lifelong learning на протяжении всей своей жизни. И дополнительно наращивать скиллы для того, чтобы быть мультифункциональным специалистом. Вот, например, даже сейчас мы вещаем в нескольких местах. Хорошо. Предвижу вопросы наших родителей. Можно ли к вам обратиться в центр для того, чтобы можно было ребенку пройти, например, тестирование, определиться с будущей профессией, и, может быть, какая-то работа с родителями. Ну, еще у нас телефонный звонок поступил. Давайте его примем. Алло, добрый день. Алло. Да, слушаем вас. У меня такой вопрос к вам. У нас в Якутске есть летные училища, которые, ну, как бы, на среднее образование, да, поступают на среднее, как бы, специализации, да, и какие экзамены, и какие профессии у вас есть. Угу, хорошо. Наверное, адресуем вопрос к вам. Летное училище, это у нас принимает в рамках федерального, да, бюджета, поэтому непосредственно с приемом документов, с правилами приема, какие вступительные испытания можно узнать только напрямую, связавшись с колледжем. Так как оно не является, к сожалению, подведенственным Министерством образования. Угу. Хорошо, вот я задавала вопрос, как можно к вам обратиться, куда подойти, или, может быть, номер телефона вы дадите для того, чтобы родители и дети могли сориентироваться по выбору будущей профессии? Мы находимся в городе Якутске, на улице Крупская, дом 13, это район кинотеатра Лены. К нам можно обратиться, если вы напишите к нам на сайт, наш сайт cop14.ru, можете написать нам в социальных сетях, у нас есть два аккаунта в Инстаграме, ЦОП, нижнее подчеркивание, ЕКТ, а ЦОП — это С русское, О и ПП, нижнее подчеркивание, ЕКТ. И еще у нас есть аккаунт нашей дирекции карьерной навигации Life&Job, то есть жизнь и работа. Ну и наш разговор как раз-таки вот состоялся на ногу небольшого республиканского мероприятия, да, который готовится для наших абитуриентов. Расскажите о нем, пожалуйста. Ну, в рамках этого мероприятия предусмотрено, все наши образовательные организации примут участие, да, и в рамках профориентации мы хотим пригласить всех желающих абитуриентов, поступающих как в среднее профессиональное образование, как и в вузы, зайти, задать вопросы, напрямую с нашими колледжами пообщаться и задать вопросы, интересующие при поступлении. Угу. Мероприятие будет проводиться в формате Zoom? Да, мероприятие будет проводиться в формате Zoom как раз-таки на площадке Центра опережающей профессиональной подготовки. Будет проводиться на площадке Zoom с трансляцией на YouTube, потому что YouTube помогает автоматизировать вот это вот потоковое вещание со скоростью, которая есть в населенном пункте, откуда ребята будут подключаться. Угу. А ссылку где можно будет получить? Можно ссылку получить, если вы пройдете на наш сайт и зарегистрируетесь в cop14.ru, на главной странице вам выйдет баннер абитуриент «Поступай правильно», вы туда кликаете, вводите свой электронный адрес, чтобы мы отправили вам ссылку, и 11 июня с 10 мы начинаем. Еще раз повторим, 11 июня в 10 часов утра можно будет зайти по ссылке и принять участие в республиканском профориентационном мероприятии для наших абитуриентов. Ну что же, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш разговор. Это была программа «Якутск. Сегодня». Ее подготовила и провела редактор Сергея Антонова. И мы говорили о выборе будущей профессии. Всего вам самого доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok